Денис Сорокин Денис Сорокин – один из самых известных светских журналистов страны. Его можно увидеть и на тусовках, и как эксперта на различных ток-шоу, где он показывает свою осведомленность по всем вопросам. Сегодня он тесно общается с Анастасией Волочковой, причем многие считают, что у них роман, а в свое время он очень дружил с Юлией Началовой. И теперь артистка к нему явилась. После смерти певицы у людей случилось массовое помешательство. Убитые горем поклонники требовали немедленно установить ей памятник, назвать ее именем улицу, музыкальную школу или, на крайний случай, наркодесанцер. Тут вспоминается роман «Мастер и Маргарита», в котором после смерти Берлиоза кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но, как писал Михаил Булгаков, погиб он и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф. Особо экзальтированные граждане стали считать, что на могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище столицы происходят чудеса, мол, люди там исцеляются от подагры. Диабета, сепсиса, красной волчанки. Кто-то даже якобы лично видел, как обездвиженный инвалид встал и пошел там. На кладбище заряжали крем и воду, набирали землю, чтобы добавлять ее в чай, суп и детское питание. Денис Сорокин на всю эту вакханалию долгое время смотрел скептически. Но сегодня ночью к нему явилась покойная Началова. Юлька приснилась сегодня, смахивает скупую мужскую слезу Сорокин. Мы с ней долго болтали. Я ей говорю, мол, ты знаешь, у нас такое творится, все о тебе пишут и говоря, из твоей смерти сделали шоу. А она взмахнула рукой, да пусть пишут, было бы хуже, если бы не говорили и не писали. А ей-ей, ладно, мы с Анькой Исаевой пошли, нам к тебе рано пока. Она улыбается, довольная такая, и говорит, ну пока-пока. Ты любовник Волочковой, признается, что убит этим жутковатым видением. Поэтому ни свет ни заря стал звонить Ане Исаевой, которую Началова считала своей сестричкой. Мы с Исаевой пришли к выводу, что Юля дала нам всем ответ на вопрос о том, как она относится к тому, что про нее байки сочиняют, резюмировал Сорокин. Но в ближайшее время он намерен отнести на могилу началовый букет цветов и заказать панихиду в храме за упокой ее души.